Всем привет от YouTube-канала Рыбацкие Советы и Популярные Узлы. Сегодня я вам покажу совершенно уникальный узел, оснастку, по факту, называется Dropshot. Я ее использую, когда я ловлю вертикально с лодки или с корабля. И поверьте мне, вам понравится. И заранее ставьте лайки, комментируйте, чтобы больше увидели зрителей этот ролик. Вот так работает алгоритм Гугла. Ну давайте я вам покажу, что это за оснастка, вам очень-очень понравится. В первую очередь, что вы делаете, ну я взял побольше крючок, чтобы видно было. На треску я, может быть, использую чуть-чуть меньше, но в принципе такой же узел можно использовать. Рот у нее большой, больше моего, конечно. Вы сначала вставляете леску так, чтобы цевьё смотрел в сторону удочки, вот таким вот образом. Бросили крючок, пока он вам не нужен. Я после этого привязываю грузин. Ну, грузин на конце лески, вы знаете, он ничего не держит, кроме самого себя. Я поэтому привязываю самым простым, не улучшенным, а простым, самым простым узлом клинчем. Ну, например, вы можете привязать как хотите, петлю сделать и так далее, и тому подобное. Вот простой узел клинч, он прекрасно держит. Между прочим, он прекрасно держит и крючок, несмотря на то, что, как бы говорят, что он ненадежный. Надежный он. Дальше вы отставляете грузил. Причём, берёте крючок и располагаете крючок от грузила на той именно высоте, где вы собираетесь ловить рыбу. Ну, я когда треску ловлю, это на высоте 35-40 сантиметров. Судака-щуку это где-то сантиметров 25. Когда рыба активная, она охотится над дном. А когда она не голодная, она собирательством занимается. Ну, вы знаете, не мне вам говорить. Теперь смотрите, что вы делаете. Вы со стороны удочки, именно со стороны удочки, делаете петлю. Вот таким вот образом. Делали петлю именно со стороны удочки. Для того, чтобы крючок оставался на той же высоте, как вы его поставили. Дальше вы берёте всё это в руки. Вот таким вот образом. Сделали петлю. И оборачиваете. Давайте. Раз, два, три, четыре. Дальше вы просто-напросто берёте и затягиваете. Так, как затягивать? Тяните в первую очередь со стороны удочки. Удочки она будет, вот смотрите. Эту петлю будет собирать и с той, и с другой стороны. Это чтобы остался крючок на той же высоте, как вы хотите. Вот так-то тянете, 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 тянете. Тянете, а потом всё вместе стянули. Вот таким вот образом. Вот у вас завязался крючок. Конечно, хорошо смочить. Я не хочу здесь смачивать. Но я покажу вам. Теперь смотрите. Получил совершенно, совершенно замечательный узел. Давайте я вам покажу поближе его. Вот таким вот образом. Вот поближе. В чём его замечательность? То, что когда вы опустите в воду грузилы, грузилы достаточно должны быть тяжёлые, чтобы крючок вот так держался вертикально. Вот видите, он будет держаться вертикально. Ну и понятно теперь, почему носик крючка должен смотреть вверх. Ну, чтобы подсекалась рыба лучше. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Буду выставлять подобные секреты. Секреты чаще. И спасибо за просмотр. Увидимся на следующем ролике. Пока. До свидания.